всем привет друзья голове только от коровы пришла девять часов доходит с утра в девять сегодня что-то отказались прийти говорят холодно не знаю вообще-то 30 нет вот только 26 показывает у нас вот так что фадей ой матвей с ефимом ушли школу ну матвей пешком пошел кофту теплую одел поднес и отправился вот а ефима то отец конечно же увез но сегодня его тоже надели ему и кофту теплую я говорю иди на физкультуру в теплой кофте сегодня ну что зал зал тоже не очень-то протапливается физкультурный сегодня физкультура должна быть но сегодня сокращенные уроки может быть и не будет физкультуры так он должен в 10 часов уже отстреляться ну вот буквально еще часик сейчас позанимается привезет или все его обратно бабушка сейчас там пытается дозвониться до зубного чтобы деду зуб уже убрать ну что еще заживать может быть долго будет лунка то вот а ему если смотреть в конце января уже ехать в Ижевск то надо чтобы в общем все поджило до конца окончательно вот а зуб у него то ноет то не ноет но в общем все равно каждый день не себе напоминает надо его убрать что такое вот что еще новенького то ничего все по старенькому ночь перекоротали теперь это все пошли по делам по своим сейчас вот я тоже на работу пойду потихоньку но девяти не пойду к десяти пойду наверно такие вот дела там посмотрим чё как на обед сейчас на обед поставили мы эту говядину сейчас маленькой ее подержим водички сольем и будем варить супец поставим варить успеем нет к 11 то лёша его привозит иногда обедает сразу в 11 но мы нам не успеем поэтому либо будет яйца жарить либо либо что либо ждать пока доварится суп да дива такие вот дела ну ладно пойдем пойдем дальше не стесняйся точи да ничего мусор то не летит это он этим подтачивает пилу нарезал сам агрегация работал его которую он делал вчера нарезал новое полотно то есть это вообще спиливал полностью прямое было и нарезал новый зуб там был зуб такой который нельзя напильником точить он одноразовый те ножовки надо выкидывать я срезал и нарезал свои зубы а сейчас вот этим это как напильник называется тебя прям все под свет и что-то больно модный напильник такого же цвета как эти и штаны с кофтой ну надо же фима уже со школы пришел было 13 человек да так что их мало было спрашивали много наверно да да это повторяли но домашнюю не дали сегодня без домашнего сейчас на только окружающие на завтра положите все да а и музыка завтра первый раз у вас будет музыка ясно мы в общем щи варим кислый щип с капустой сейчас все уже запустила картошку бабушка начистила нарезала и запустила капусту кислую запустила сейчас вот с костей маслы ребрышки у меня тут он ведь какие ребра бычка сейчас буду это нарезать мяско меленько и в суд добавлять а дивы как дела у дивы все нормально да вот фаде уже в школу ушел ему пораньше сегодня с пол двенадцатого не он ушел хотя прослушайте я в группе смотрю все отписываются мы не придем мы не придем и не придем так что я чувствую на другом будет так ну-ка фу девочки за кость воюют микела дива рядом сидит с костью она так что так матвей скоро тоже придет он часа в два должен прийти и фадей тоже так же примерно придет потому что там уже в три часа педсовет микела ну хорош тебе нельзя эту косточку я еще не обрезала вот такие дела ну ладно так ну что обедаем такой сыр мраморный сегодня разрезали очень вкусненький получился у нас вот в общем по это по зубному сейчас расскажу алёша спрашивать я и говорю сейчас сразу и вам расскажу ему звонили мы с утра в эстетику кое-когда звонили за 10 часов то что они тоже лениво выходят на работу ну в общем там до февраля все у хирурга занято хоть с острой болью хоть нет но они горят мы запишем вас телефон если кто-то мало кажется мы вам позвоним на вот так что в эту эстетику где мы вот ребятишкам зубы то лечили летом не попасть хотя хирург вроде как каждый день принимает на у него все расписано очень вот потом давай звонить в нашу в больницу просто в государстве там с 15 февраля он возможно выйдет а возможно и не выйдет с больничного но он что-то серьезно более на этот врач на хирург стоматолог в общем непонятно тоже то ли выйдет то ли не выйдет еще вот но потом я говорю давай звонить сюда же гадли у нее сын у бабушки раз у нас удалял зуб вот позвонили в общем сюда сейчас вот она только в трубку взяла в общем на три часа сказала приходите у него как бы это свободно есть время так что сейчас пойдет в общем две с половиной они берут а там говорит по сложности если придется быть дополнительной анестезию то придется немножко еще доплачивать короче вот так вот а так две с половиной берут так скажем по стандартной схеме схеме но везде сейчас такие цены и в эстетике также берут вот такие вот дела так что сейчас сидит морально готовится лежит сначала с утра то вам обрадовался и куда не можем попасть ну как обрадовался и обрадовался и в то же время надо проблему это решать их как-то чем быстрее удалять я быстрее него пойдет процесс этого заживления все же живет хоть успеет окажешь куда все равно диабет долго заживает поэтому вот так уже ничего пока не решается сейчас тоже надо будет ему звонить канализацию тоже вчера звонила бабушка одному другому у одного уже очередь стоит и у 2 а у 2 вроде есть места но короче они оба не заводят машину в такой мороз и не хотят приезжать качать ну что боятся что там что-то у них размерзнется перемерзнется и сломается в итоге видимо движок вот это да которые поэтому они в мороз то боятся вот сейчас все еще у нас холод не отпускает никак так 27 стоит что утром что днем вот такие вот дела такие новости так что как успеем если успею я вернее сказать сниму потом еще до работы а так уйду потом работать к вечеру ближе чтобы посмотрим сниму еще не сниму еще чего пока вот так давно не снимала что все какой-то дурацкий круговертливые вот это вот день и все с больницами связано в общем кошмар какой-то так мы с вами в обед разговаривали да ну в общем что мы к трем часам с дедом зубной ездили вот зуб ему удалили не тот который он думал даже он все расшатывал один у него там зуб он его шатал шатал говорит вот он житается он болит оказалось вообще соседний болит рядом удалили который соседний вот сейчас вот но у него всегда как сказать кровь жидковатая и никак не могли остановить все меняли ему повязку на лунку на эту вот ну в общем потихоньку потихоньку сейчас от поел только уже девять десятый час участок он поел с трех часов особо и даже не ел вот потом что потом не вдруг неожиданно позвонили из детской поликлиники и сказали что мы завтра должны явиться в областную с матвеем кардиологу что тоже как бы такой мороз ну почему место и освободилась собственно кардиологу то есть это окошко появилась видимо люди с области кто едут тоже в областную больницу они отказываются потому что мороз не смогут доехать вот и окошки стали появляться видимо вот нам выделили место так что не знаю сегодня обещает 34 градуса как мы там чего завтра не знаем вот уже в 6 часов вечера позвонили сказали что вот и вы едете вам подтвердили но надо же справку ппит благополучие взять надо там карточку направление само вот это все надо же собрать я говорю а как я говорю завтра завтра она посмотрела точно врачи то с утра не с обеда я работаю это мне говорю надо ехать утром ну вот ну в общем то пообещали мне что все эти справки сегодня соберут и на посте пост вот этот регистратура то стол вот этот туда подойти и забрать так что вроде как нормально получилось надеюсь что завтра все заберу все будет на месте вот что еще ну а потом работали 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 я до 7 только проработала потом пришла ребятишки надо там одному подсказать домашку решить другому посмотреть проверить в общем вот такая ерунда их ему только сегодня не задали а матвей сваде это так ну и куда мы под это под кресло тут ковер с дернемся с дела вот и вот быстро-быстро корове пришла к корове у меня насос алёша его только унес 8 я где-то 20 минут 9 пошла включать его он не работает представляете ну замерз за 20 минут он успел околеть такой вот холод хотя он его вообще подальше говорит от дверей его убрал но я действительно подальше убрал но все равно он то ли он уже здесь скорее всего я думаю что он в тамбуре вот здесь у бани у нас где всегда стоит он наверное здесь замерз этот агрегат наш вот так что надо завтра кстати ему сказать чтобы он тащил его в класс наверно с утра что ли погреть и не вытаскивай вообще наверно сама даже лучше вытащить чем вот так вот нужно пришлось все это обратно затаскивать сидеть феном греть в холле целых полчаса общем грели грели вроде винт потом пошел и все и мы обратно его тарталей подоил эту коду 9 часов бабушка сейчас вечером оладьи на простокваша завела всех накормила оладьями вот суп тоже доели на завтра фарш достали чем я сегодня вообще устала и нервно устала потому что все равно по больницам ходить и заденно нервничал думаю как потому что он у него еще давление 190 сегодня поднялось видимо в связи с нервными передрягами в общем вот так ну ладно чё пережили этот день надеюсь и завтра все нормально переживем но вот я говорю ехать в мороз конечно страшновато ночью делать я не знаю так не дай бог конечно не знаю на какой машине то ехать на что у деда потеплее машина может быть думаем на ней ехать на как бы понадежнее вроде потеплее не знаю что-то сегодня мы уже годно зато стояли но она не прогрета еще конечно машина была может быть поэтому она на ветру постояла пока мы к врачу ходили ну долго ждать пришлось полчаса мы ждали приема видимо занят был врач это вот и должны были в 3 принятия приняли только где-то в 35 минут то есть задержали на 35 минут ну в общем машина на час стояла на морозе и мы ехали завели с ним на ветру что ли она потому что пребывала не знаю так что будем думать как на чем на нет на лишь на своей все-таки решит ехать но такие вот дела да еще и финна то завтра у нас накладывается получается матвей говорит надо обязательно ехать после пятого урока потому что у него пятым уроком на математикой будет контрольная которая обязательно говорит написать то придется все теоремы устно сдавать она сказала учительница вот и он говорит мне обязательно дойти это он только в 12 20 закончит а нам в час 30 надо быть в больнице чем я не знаю еще и фильма говорю завтра пять уроков он тоже в это же время заканчивать нам надо его забрать и матрея забрать и в общем не знаю как мы завтра это все способимся буду сейчас лежать думать как удачно все сделать чтобы и мне в детскую поликлинику успеть сидеть да еще и отработать с утра успеть ладно в общем начались будни рабочие круговерти ты мне чаю хочешь налить они вообще вкусные вкусняшки видите меня принес инжир кремлина успокоить мои нервы так что такая круговерть говорю завтра такая круговерть не знаю как сладить это все головная боль такая все на одно на другое накладывается еще и мороз и инжета это не может никак сегодня вызвали ну сказала с утра сейчас прочитали но только в три часа еще и плюс-минус два часа еще и задержится как я ей переживаю что за замерзнет у нас канализация как бы не пришлось костер какой-то разводить еще под ней как и нам и и вам и нам удачи и завтрашнем дне все давайте пока пока пока